Инсульт бывает двух типов. Геморрагический, связан с разрывом сосудов головного мозга, и ишемический. Последний случается из-за закупорки сосудов. Чаще всего инсульту подвержены люди с хроническими заболеваниями, гипертонией, диабетом, ожирением и так далее. Больше мужчин, чем женщин, поступают с этим диагнозом. Кроме того, инсульт провоцирует неправильный образ жизни, алкоголизм, курение, пренебрежение физическими нагрузками. Бывает он и у 30-40-летних. Распознать инсульт можно по ряду признаков. Это асимметрия лица. То есть нужно попросить человека улыбнуться. Угол рта у него будет опущен с одной стороны. То есть будет несимметричное лицо. Руки. То есть это поднять обе руки перед собой. Одна либо совсем не будет подниматься, либо она будет потихонечку медленно опускаться. Также надо попросить человека поговорить. Если речь спутана, это тоже повод насторожиться. Врачи советуют при появлении малейших подозрений вызывать скорую помощь, либо самим вести пациента в приемный покой. В этой ситуации важную роль играет время. Чем быстрее диагноз поставят, тем быстрее начнут соответствующие лечения. И тем больше у человека шансов оправиться. Всех пациентов с инсультом направляют в первичное сосудистое отделение. Ежегодно с этим диагнозом сюда попадают около 450 человек. К их услугам высококвалифицированные специалисты и новое медицинское оборудование. Оборудование обновляется. То есть сейчас установлен второй, во-первых, томограф. Нам компьютерный томограф важен. Почему? Потому что диагностировать, отличить в первые часы, какой инсульт тут именно ишемический или геморрагический. И, соответственно, терапия будет у нас отличаться. Развивается взаимодействие с Нижним Новгородом, с сосудистыми центрами. То есть некая хирургическая помощь все равно более охотно оказывается нашим пациентам. Несколько дней пациент проводят в реанимационной палате. Затем, если состояние стабильное, его переводят в общую. При наличии показаний тяжелых больных отправляют в Нижний Новгород. Если такой необходимости нет, лечат у нас. Около двух недель человек лежит в первичном сосудистом отделении. Затем его отправляют на реабилитацию. Это либо на базе неврологического отделения реабилитация проводится. Ну, там, восстановление силы происходит, если это слабость в руке и ноге. Речь, логопед у нас есть, занимается с ними, упражнения дает. Либо это там в санатории на территории Нижегородской области. Там зеленый город, янтарь. Реабилитация – продолжительный процесс. Первые три месяца, как правило, самые продуктивные, когда можно максимально восстановить функции. Риск повторного инсульта не исключен. Он может произойти и через несколько месяцев. Важно прислушиваться ко всем рекомендациям врачей. Принимать необходимые лекарственные препараты, вести здоровый образ жизни, чаще гулять на свежем воздухе. Екатерина Пенова, Евгения Шевцова, Сергей Рябов. Служба новостей Саров-24.